Привет! Я сегодня хочу записать на видео то, как я буду разгребать свой гардероб, как я буду исключать из него многие вещи. Я настроена на самом деле решительно и кардинально хочу всё убрать лишнее, всё, что я не ношу. Я иногда по чуть-чуть убираю из своего гардероба какие-то вещи. Сегодня хочу сделать это прям таким масштабным событием для себя, потому что мне хочется какого-то свежего глотка воздуха. Я на самом деле зачистку вещей любых, пусть это будет там какая-то канцелярия, какой-то просто хлам или одежда, я ассоциирую с чем-то таким свежим и что я что-то новое хочу. Мы будем брать во внимание вот эту мою напольную вешалку и шкаф, который вы, кстати, по-моему, ни разу не видели. Здесь в основном те вещи, которые я ношу, но мне есть что отсюда исключить, и я не собираюсь их выбрасывать. Я найду им хозяев и скидывать свою ненужную одежду я буду вот в этот контейнер. Я здесь раньше хранила сумки, в итоге он сейчас у меня пустой. Я найду ему сегодня применение и давайте начнём с вешалки и потом перейдём в шкаф. Там, конечно, ситуация немножко посложнее. На этой вешалке сейчас лежит свитер, в котором я ходила вчера. У меня есть такая не очень хорошая привычка, я часто просто накидываю вот так одежду на эту вешалку и, в принципе, оставляю её лежать так. Я привозила его когда-то давно из Германии, и он был длинным, я его обрезала. В итоге он стал коротким, я его ношу, люблю, и его я оставляю. Правда, у меня для него пока нет вешалки, поэтому мы сейчас с этим разберёмся. Значит, здесь белая рубашка, самая универсальная белая рубашка, которую я люблю, которую я ношу. Ещё один белый свитер, он шин. Я советую вам либо поискать в каком-то из моих видео с одеждой, с покупками, где я этот свитер показывала, и заказать его. Либо просто на шин постараться его найти, потому что это просто потрясающий свитер, который мне безумно нравится, я его очень часто ношу. Он короткий. Рубашка с Алиэкспресса, очень красивая рубашка, я её хочу оставить, я её ношу не так часто, но мне нравится её носить, я её люблю. Чёрная водолазка, мне нравится, я её ношу, когда мне максимально не хочется запариваться с образом. Дальше у меня идёт свиршот, ну или как кофта, она такого розового цвета, я её заказывала буквально не так давно с гипюра. Она мне очень нравится по качеству, но у меня такое ощущение, что я её не буду часто носить. И она, в принципе, новая, я её носила буквально, наверное, один, максимум два раза. И я думаю, она найдёт себе хозяина, и её будут носить гораздо чаще, чем я. Поэтому я её скидываю в этот бак. Я думаю, это будет очень долго, если я буду показывать все вещи, которые у меня здесь висят, и рассказывать про них. Давайте я просто покажу, что я хочу отсюда убрать. У неё на спине есть очень красивая такая полупрозрачная вставка. Она классная, но она как будто бы немножко не под мой стиль, поэтому я её тоже скидываю в бак. А ещё я хочу отсюда убрать классную футболку с ламами. Она такого пастельного розового цвета и очень красивой вышивки, но я её действительно не ношу. И мне не особо нравится, как она сидит на моём телосложении, поэтому я её убираю. То, что я ещё хочу отсюда убрать, это будет рубашка. Вот такая вот шансовая рубашка. Я её вообще не ношу, и она мне стала уже немножко тесноватой. Я ненавижу тесные вещи, поэтому я её убираю со своей вешалки. И, в принципе, наверное, это всё. Всё остальное я хочу оставить. А, вот эту футболку ещё уберу. Она классная, она зафул, но она такая тоненькая и прям вот по телу садится, и мне в ней как-то не особо комфортно. Короче, поэтому я её убираю. Я люблю такие более оверсайз плотные футболки. Итак, здесь, я думаю, в принципе, всё. Всё остальное я так или иначе ношу, и мне нравится. Поэтому мы идём сейчас в шкаф. Вот мой шкаф, который вы не видели. Я вам его никогда не показывала. И сейчас здесь немножко страшная ситуация. Здесь срач. Я хочу всё это разобрать, убрать то, что мне не надо. И, надеюсь, здесь станет немножко посвободнее. Давайте, в принципе, начнём. Что я первое отсюда хочу убрать? Это вот такая вот жилетка. Она очень качественная, очень красивая. Она с гипюра. Но она как будто бы вот не моё. Я решила всё-таки светлую джинсовку убираю. Оставлю только тёмненькую. И то, наверное, её я тоже скоро уберу. Хочу купить себе чёрную джинсовку короткую. Поэтому пока что мне будет это. Когда я куплю чёрную джинсовку, то вот эту тоже уберу. Наверное, стоит её повесить. Зимние куртки я трогать не буду. Здесь я пока хочу всё это оставить. Я после зимы уже убирала то, что мне не нужно было. У меня есть проблема. То, что мне реально не хватает. Вешалок. Вот для меня это прям боль. Также у меня здесь висят разные платья. Это платье с топ-топ. Очень красивое платье миди, которое мне очень нравится. Также здесь висит... О! Что я хочу всё-таки убрать? Это комбинезон с шортами. Я его носила, наверное, раза четыре, может быть, пять. И всё-таки это не то, что мне нравится носить. Я уверена, что я не буду его носить. Хотя он красивый. У него очень красивая вот здесь фурнитура. И по цвету он красивый. Но я его убираю. И уберу отсюда классные льняные полосатые штаны. Как видите, у меня вся моя одежда. Мне, в принципе, нравится. Но просто вот что-то как-то у меня с ней не сходится. То есть она хорошая. Она хорошего качества. Но я её уже не буду носить. И, в общем, это такие лёгкие штаны. Я их носила раза два. Они прям офигенные сидят по фигуре. Но они мне немножко тесноваты в ногах. В принципе, в этом отделе я всё убрала. Теперь переходим ко второму. Здесь, конечно, очень плохой свет. Но, надеюсь, будет окей. Рубашки, которые хочу убрать. Я их уже не буду носить. И давно их не носила. Мои любимые джинсы на завышенной талии. Эти джинсы из винтажки в Москве. В общем, эти джинсы я постоянно ношу. И я ни в коем случае не буду их пока никуда убирать. Три толстовки. Получается красная толстовка, которая вся в шерсти. Потому что на ней, видимо, полежала моя кошка. Потрясающе. Я хочу оставить такую светлую серую толстовку и красную. Надо их почистить и убрать. Я хочу отсюда бежевую толстовку. Здесь висит кофточка. Очень красивая. С шеин белой. Ее надо повесить туда на вешалку вместо свитера. Я обязательно это сейчас сделаю. Хочу убрать отсюда синюю рубашку. Я ее не ношу. У меня есть такая синяя рубашка, которая мне больше нравится. И пиджак. Пиджак я оставлю. Я его еще вообще ни разу не носила. Но мне нравится его фасон. Мне нравится, как он сидит. Поэтому сейчас будет еще чуть-чуть потеплее. И я его обязательно буду носить. Полупиджак полупальто, который мне очень нравится. Шеин, если я не ошибаюсь. Хочу отсюда убрать также такой черный тонкий пиджак. Я его не носила уже очень давно. И уберу отсюда с вешалки вот такую вот кофту. Она мне нравится. Она прикольная. Но я в ней почему-то себя чувствую не особо комфортно. Что для меня странно. Но если я чувствую в себе вещи не особо комфортно, то ее я точно не буду оставлять в своем гардеробе. И если брать, что у меня лежит вот здесь. Я хочу здесь сейчас все это сложить аккуратно. Но я хочу отсюда убрать два платья. Вот это платье мне маловато в бедрах. То есть оно на пуговках. И в бедрах оно, к сожалению, немножко расходится на мне. Поэтому сидит не так, как мне хотелось бы. А так бы я его с удовольствием носила. Это такое платье-рубашка. Еще вот такое вот платье-футболка из Бершки. Я покупала его прошлым летом. И оно безумно приятного качества. Но я его уже носить не буду, наверное. Потому что оно тоже на мне сидит не так, как мне нравится. Немножко апдейт по моему шкафу. Я в Икеа купила такую висячую полочку. Здесь такие отделения. Очень удобная штука. И еще купили вот такие вот... Я даже не знаю, как сказать, ящики. То есть, которые вы сами собираете и ставите. Мне так будет гораздо удобнее. То есть, что здесь есть отделение, а не одна большая полка. И, возможно, здесь даже будет порядок. В общем-то и все мое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, я вас немножко, может быть, вдохновила на то, чтобы вы разобрали свой гардероб. И выкинули из него все то, что вам не надо. У меня в итоге получился вот такой вот контейнер. И вот такой вот большой мешок. Я сейчас это все аккуратненько сложу. И буду искать им хозяев. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я вас очень сильно люблю. Скоро с вами увидимся. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok